В одном из хозяйств в Монакино недосчитались бычка. Подопечный стал добычей тигра. Прямо за забором домовладения – лес. Потому о полосатых хищниках в семье Шемякиных слышали ещё 30 лет назад, когда переехали сюда жить. Сначала страшные истории рассказывали соседи. Деревня слуха мне помнится. И говорили, что она проходила по деревне. Дошёл черёд и до хозяйства Шемякиных. Восемь раз краснокнижные кошки лакомились из стада семьи. Людмила отмечает, что сейчас и вовсе зачастили. Второй год подряд семья теряет скотину по вине тигра. В прошлом году молодой телок пострадал от лап хищника. Прямо перед домом в лесу полосатая преподавала уроки охоты своему детёнышу. И вот он бедный лежит, у него слёзы вот так бегут, плачет. Я над ним сижу, плачу. И говорю, мне, тебе так жалко. С тех пор я больше никогда не подходила и не смотрела, не езжу, потому что это очень тяжело. Ты к нему прикипаешь души, пока он маленький, ты его телелюкаешь, как ребёнок. А потом это очень тяжело. В этом году молодой бычок не вернулся со стадом домой. Шемякины надеялись, что по неопытности пошёл с соседскими бурёнками. Но повторилась прошлогодняя история. Животное стало ужином для хищного зверя. На место вызвали специалистов конфликтной группы, чтобы зафиксировать инцидент. По закону пострадавшей стороне полагается возмещение потери. Домашний скот или собаки – лёгкая добыча для хищника. Охотятся на такую обычно сильно голодные, раненые или старые тигры. О подобных случаях можно сообщать на специальную круглосуточную горячую линию.